Всем добрый вечер, друзья мои дорогие! Меня зовут Юрий Пузыревский, и я, наверное, один из тех немногих мужчин, которые знают, что такое кутикулы. И я, наверное, один из тех немногих мужчин, которые знают, что колготки больше 200 Дэн – это очень теплые колготки. И я это все рассказываю не просто так, потому что если бы здесь у нас находился мужчина, он бы сказал, да, ты вот заигрываешь с девчонками, или он бы сказал, подтягивая сигареты, сказал бы подкаблучник. Но на самом деле вот эти знания, они не раз спасали мне жизнь, потому что вот однажды я был в магазине, выбирал пиво. Я не очень люблю алкоголь, но очень люблю пиво. Ну алкоголь на меня плохо действует, у меня потом голова болит. Но суть не в этом. Я такой, знаете, по нулевочкам гурман. Я стою, большая полка с пивом, наверное, вы представляете. Я беру одну баночку, смотрю, ставлю на место, беру другую, и чувствую, что-то брутальное движется на меня. Такое прямо брутальное-брутальное, с брутальным запахом таким, знаете. И так у меня в плечо. И я вижу вот такую большую руку. Она берет еще большую бутылку, убирает ее. И в его взгляде я только вижу слабак в мою сторону. Но я к этому привык. Я дальше иду по магазину. Иду, иду, иду. И вспоминаю, что моя супруга, она, кстати, с нами сегодня присутствует на тренинге, попросила что-то купить в женском отделе. И я иду в женский отдел, и... Вижу все того же брутального мужчину, но от брутальности остался только запах, который... И он, ну, вот такой вот. И что он делает? Он что-то там как-то неловко пытается что-то выбрать. Потом я замечаю, что он выбирает какие-то штуки, потом их тихенько фоткает. Я думаю, что там идет переписка, коммуникация. Он отправляет, потом психует ставить на место. И так происходит очень долго, и здесь уже я. Я-то знаю, что мне нужна двухфазная смывка для макияжа. Я подхожу, беру рукой, кладу себя в корзину, и уже я на него смотрю. И как вы думаете, что он прочитал в моем взгляде? Словак. Нет. Еще есть вариант? Нет? Подойти спросить, что купить. Нет, я просто сказал аминь. Потому что на самом деле вот эти вот моменты, которые мы считаем неважными, они мешают нам договариваться, и они мешают нам вообще понимать другого человека. И почему я сразу сказал, что это спасло мне жизнь? Потому что я-то понимаю, что этот мужик, который взял эту холодную банку пива, она уже нагрелась, у него уже куча времени, нервов истрачено, и у него испорчен вечер, и еще, скорее всего, испорченные отношения. Но для меня же это является, то, что я знаю, то, что я обращаю внимание на эти вещи, это является способом коммуникации и способом усилий доверия. Потому что, ну, мужчина бы сказал, что подкаблучник, я, может быть, где-то с ним соглашусь, но на самом деле это для меня техника безопасности, знать, что может мне сказать моя супруга для того, чтобы у меня потом не был вот этот испорченный вечер, и не было теплого пива. И я думаю, что наш тренинг, он вокруг будет строиться одной простой идеей. Как усилить доверие и стать магнитом. То есть ключевая идея нашего сегодняшнего мероприятия – сделать так, чтобы клиент хотел возвращаться. И мы попробуем разобраться с тем, чего не нужно делать, чтобы клиент хотел поскорее сбежать и не возвращаться в наш салон. Немножко теории, но теории будет немного. Вам не душно здесь сейчас? Не надо. Не надо. Мы сейчас разберемся с этапами эффективной коммуникации. Я буду немножко такие сложные вещи говорить, но буду все-все-все пояснять. Вы потом это все можете зафоткать, а я вам даже могу эти подарить листы за еще 200 евро. Щедрый мужчина. Да. Но кутикулы-то я даже знаю, что такое. Ладно, потом скажу. В общем, этапы коммуникации. Калибровка, подстройка, раппорт, ведение. Сейчас объясню каждый термин, что он значит и как это все работает. Смотрите, есть первый этап, он называется калибровка. Калибровка – это сбор информации. Мы калибруем, мы просто смотрим на человека и собираем о нем информацию. Всю, вербальную и невербальную. Вербальное – это то, что мы видим, слышим. А невербальное – это слова, непосредственно которые нам говорит наш собеседник. То есть вот калибровка – это наблюдение. Мы просто следим за ним пристально. Собираем информацию. Потом происходит подстройка. Подстройка – это означает, что нам нужно подстроиться под нашего собеседника и стать немножко похожим на него. Вот обратите внимание, что почти все здесь сидят нога за ногу. И кое-кто сейчас сделает точно так же, чтобы уже было все. Почему так и происходит, дорогие мои? Потому что у нас есть зеркальные нейроны. И мы больше доверяем тем людям. Вот то, что вы все здесь сидите в такой очень похожей позе, это говорит о том, что между вами есть хорошее доверие. Если бы вы сидели каждый разрозненно, то было бы что-то уже не то. Но это как раз таки показывает. Кто-то может хотеть сейчас наоборот распрямить и показать, что я не такой. Это тоже нормальная реакция. Любого человека показывает, что я не такой. То есть мы больше доверяем тому, кто на нас больше похож. А как нам достичь похожести, это самое простое – занять похожую позу. Если я вот сейчас присяду, то, наверное, я буду для вас становиться уже более таким дружественным, понятненьким. Вот так как я стою, мне кажется, что вы на меня смотрите как-то, или я на вас смотрю, ну не так. Мы как будто не на равных общаемся. Но когда мы делаем что-то похожее, то мы становимся друг к другу как бы ближе. И наверняка вы замечали, что есть такие люди, которые… Вот вы их видите в первый раз, но они вам как родные. Вы с ним пять минут общаетесь, а он вот родной человек. Да, как будто я его сто лет знаю. Но есть такие люди, с которыми вы живете уже по 20-30 лет, а они как чужие. Это тоже обратная сторона. Это говорит о том, что нет у нас вот этого бессознательного доверия. То есть вот подстройка, по большому счету, это стать похожим. И шаги, они идут по порядку. Один, два, три. Раппорт. Вот то, что я вам сейчас описывал, раппорт. Раппорт переводится на русский, это как бессознательное доверие. То есть мы друг другу почему-то доверяем. Вот вы, например, знаете, что вас сейчас там сзади никто не ударит, да? А вы, например, знаете, что у вас никто не плеснет кофе и так далее. И это как раз вот это ощущение, которое в нас включается, что мы этого человека знаем. Есть множество способов, как этого достичь. И я думаю, что вы, как специалисты в своей области, вы очень часто играете роль такого психолога в том числе. Когда человек приходит, вы ему там ногти кипилите, а он вам начинает душу изливать. И, конечно же, если человек к вам приходит, начинает изливать душу, это говорит о том, что вы смогли выстроить вот это доверие. И вы смогли сделать так, чтобы он вам открылся, чего нам и нужно. И если выбирать человека, то есть мастера, которому нельзя вылить что-нибудь на голову из своей жизни позитивного, и можно вылить, то, конечно, он выберет того, с кем можно поговорить. И что такое видение? Видение – это признак вот этого нашего бессознательного доверия. Как оно проявляется? Оно проявляется в очень такой простой, интересной вещи, когда мы начинаем повторять за другим человеком что-то. Вот я сейчас буду чесать. Ага. Держитесь. Держитесь, да. Держитесь. Вы можете специально держаться. Ну вот, началось. Волосы. Да, да, да. Это говорит о чем? Это говорит о том, что я меняю свое поведение. Вот это называется видение. Я меняю свое поведение, затем вы начинаете вслед за мной менять тоже свое поведение. Хотите вы этого или не хотите, но если доверие есть, то оно как бы есть. Если вот это не наступает, если вот это не наступает, то, скорее всего, бессознательного доверия нет. Это самая сложная часть теории. А сейчас будем говорить о более простых приземленных вещах, как это все нам сделать, как это все нам внедрять в своей работе. Те вещи, к которым мы можем подстраиваться. Есть вещи более простые, вот о которых мы сейчас уже поговорили, я их уже продемонстрировал. Да, где-то похожая поза, где-то похожие движения, там волосы покрутить и так далее. Да, поза, жесты, мимика. Мы можем подстраиваться под мимику. Для вашей работы это очень важно, потому что, когда вы сидите с клиентом, конечно, сейчас мешают маски. Мешают маски. Но, тем не менее, все равно мы видим верхнюю часть лица, там, условно говоря, мы можем увидеть там брови у человека так или так. Это совершенно два разных выражения лица. Но нам для того, чтобы на человека как-то повлиять, если мы хотим изменить его состояние, если мы хотим изменить его настроение, то вот что будет получаться. Если мы такие радостные, довольные, улыбающиеся, а на нас идет такой вот хмурый мужик или женщина, то мы скорее его начнем раздражать своей улыбкой, потому что он, ну, не на нашей волне. Да, знаете такое, да? У кого муж там не с той ноги с утра встает? Есть такие, которые с утра прям очень тяжелые, да? Нет таких? Ну ладно. Хорошо. Поэтому для того, чтобы к нему войти в доверие, вам нужно сначала самой немножко нахмуриться, и он тогда поймет, о, это человек моей, из моего племени. А потом вы начнете уже немножко расправлять свои, допустим, брови, если вы под эту функцию подстраиваетесь, и он тоже начнет выправляться. То же самое работает с позами. Если вы сидите, допустим, пилите, пилите там сгорбившись, и клиент такой вот сидит, вот он сидит, и вы сидите пилите. Вы заметите в какой-то момент времени, что когда вы расправляетесь, клиент тоже начинает расправляться. Кто со собой замечал такое? Замечали? Да. Это значит, что вы ведете, да? Это значит, что между вами есть бессознательное доверие. Эти вещи очень важно замечать и ими пользоваться. То есть, если человек начинает за вами, сам того не понимая, начинает повторять, то вы молодец. А если вдруг начинается что-то не то, то ваша задача, опять же, повторить за ним и стать на него похожим. Что мы можем еще делать? Мы можем копировать голос. Скорость, громкость, паузы, интонации и так далее. Потому что я могу разговаривать вот так, как я разговариваю. А могу разговаривать совершенно другим, милым, мелодичным голосом. И, скорее всего, через какое-то время все присутствующие здесь начнут потихоньку засыпать. А когда вы начнете засыпать, вы начнете чувствовать себя еще больше и лучше. Но я сейчас вернусь к своему темпу. Потому что у каждого из нас есть свой темп речи. Есть свои какие-то речевые особенности. И если мы начинаем этим особенностям хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко, насколько мы можем подражать, то получается, что человек, сам того не понимая, начинает вам больше доверять. И это тоже очень круто. Причем это работает даже если клиент очень громко кричит. Если клиент очень громко кричит, вы просто можете не начать кричать на него в ответ, а просто начать говорить громче. Когда вы начинаете говорить громче, он начинает вас слышать. И это тоже очень важно. дальше дыхание очень важная вещь если у вас такая ну я на самом деле считаю что это интимная работа работать там с ногтями с волосами и в тем я вот смотрю на это кресло это мое самое любимое место в парикмахерском салоне то очень важно еще обращать внимание на дыхание потому что вы можете за счет дыхания управлять тем человеком с которым вы разговариваете и даже вы начнете сейчас замечать до того как вы на это просто не обращали внимание что когда вы делаете вдох ваш клиент тоже будет делать вдохе это тоже очень круто и вот вот это подтверждение тому что я сейчас говорю и когда мы учимся замечать вот эти вещи тогда жизнь становится намного лучше причем вот эти все штуки они же работают не только на работе они работают дома с домашними с детьми тут много есть мам которые наверняка своих детишек укладывали спать как подстраивались под дыхание замедляли свое дыхание потом и ребеночек засыпал это такой инстинкт но он работает со всеми и взрослыми тоже я допустим свою супругу усыпляю именно таким образом в хорошем смысле слов усыпляю потому что ладно она подходит ко мне иногда говорит пойдем ты со мной полежишь чтобы я заснула я работаю немножко попозже чем она обычно и она то думает что что-то происходит я на самом деле что я просто ее так люблю обнимаю этому все такое на самом деле я использую эту технологию я ловлю ее дыхание подстраиваюсь под ее неспокойный ритм дыхания а потом начинаю потихоньку замедлять свое дыхание и она засыпает а я как правило тоже если вы страдаетесь да здесь здесь да здесь не работает если вы страдаете бессонницей вам лайфхак если в вашей комнате есть человек который спит подстройтесь под его ритм дыхания вы скорее всего тоже уснете и это очень интересно вот эти вещи которые я сейчас перечислил голос поза жесты мы их сильно не будем сегодня тренировать но я думаю что вы так как профессионалы своего дела вы начнете просто обращать на них внимание но самое главное на что мы сделаем сегодня упор это ключевые слова и ценности почему потому что вот знаете есть такой термин убийство по неосторожности знаете да а есть еще такой термин это я вот только что недавно придумал это обесценивание по неосторожности то есть когда мы можем случайно не хотя причинить никому вред просто случайно человека обидеть кого-нибудь было такое что вы хотели человека там поддержать подбодрить он вдруг взял и обиделся это обидно опять же самому себе когда ты хотел что-то сделать хорошее поэтому нужно научиться разбираться в ценностях и в ключевых словах как мы будем это делать я сейчас покажу и расскажу потому что мы можем делать подстройки на разных уровнях вот по большому счету все что я вам сейчас перечислил это есть подстройки на разных уровнях уровне подстройки и как мы можем подстраиваться смотрите есть такая пирамида нейрологических уровней я не буду вас грузить тем что это такое может быть кто-то знает кто-нибудь знает слышал видел где-нибудь видели да хорошо есть два нижних нижних уровня они называются окружение и поведением сейчас объясню что это такое уровень окружения это то что нас окружает кто и что нас окружает вот то что есть вокруг вот этот стол вот этот прекрасный зал вот эти прекрасные люди солнышко на улице там речка и все такое вот это то что окружает и к этому уровню тоже можно подстраиваться но он такой знаете примитивный вот если возвращаться к предыдущему слайду предыдущему слайду это вот позже ст мимика город голос и все такое вот эти вот вещи они находятся у нас на уровне подстройки окружения и поведения поведения немножко более сложный уровень но он тоже считается примитивным это то как человек себе ведет вы так прекрасно сидите так классно мне киваете и улыбается да вот понимаете да это вот то что человек делает два нижних уровня можно прям так обозначить что они незначительные но они все равно влияют а дальше у нас появляются более сложные уровни навык уровень способностей и навыков сейчас я продемонстрирую вам как это все работает вот здесь уже появляется ну скажем так сложность и стратегия как и каким образом этот человек что-то делает этот уровень очень важен его сложно объяснить но я сейчас постараюсь вот вы здесь все мастера своего дела кто-то маникюр кто-то там волосы кто-то администратор гуру коммуникации кто-то лево бровей и так далее и здорово что мы здесь чего так смеетесь и мы здесь все собрались именно потому что нас что-то объединяет и нас объединяет в первую очередь вот мы сейчас обучаемся какой-то способности вот это уже проще это уже немножко сложнее чем просто поведение вот надя ходит это поведение да а надя умеет собрать команду это уже способность понимаете да и если говорить для нади комплимент я могу могу сказать надо тебя классная походка это одно влияние а если я скажу надя ты такую классную команду собрала я прям в шоке от тебя да то это будет уже совершенно другое влияние и следующий уровень это убеждение и ценности как правило выше там есть еще один уровень мы не будем правило выше убеждение и ценности мы в коммуникации рабочие не поднимаемся очень часто мы даже в семейной жизни убеждение и ценности не поднимаемся вот убеждение и ценности это как раз там где можно человека нечаянно ударить ну я имею ввиду словесно где-то его обесценить по неосторожности и этот уровень отвечает на что делаю и что делаю а что для меня ценно и что для меня важно или что для этого человека ценно и что для этого человека важно и как правило на этих ур на этом уровне все происходят конфликты все в войны, там, религиозные какие-то конфликты. Кто-то верит там в одного бога, кто-то верит в другого, и все. Это невозможно. Это невозможно этих людей помирить, потому что они в это верят, да. Ну, вы видели, что в нашей стране тоже, в принципе, происходят не очень такие хорошие вещи, которые завязаны, в принципе, на ценности. И следующий уровень идентичности — это кто я либо кто он. То есть, как я себя называю? Там, я мужчина, я женщина, я парикмахер, я, не знаю, администратор, я юрист, ну, и так далее. И чем выше уровень, в который мы попадаем человеку, с комплиментом ли, либо с каким-то обесцениванием или антикомплиментом, тем сильнее и больнее ему становится. У вас есть какой-нибудь, там, не знаю, манекен? Нету? Голова какая-нибудь? Жаловы нету. Головы нету? Жалко? Посмотрите, в салоне красоты нету головы. Ну, ладно. Да. Я вот так. Можно, да? Да. Сейчас я покажу, как это использовать, а потом мы немножко поупражняемся, как делать комплименты. Это Федор. Это Федор, который часто путешествует со мной и ездит на всякие тренинги. И я сейчас покажу, как это работает в уничтожении человека, а потом покажу на вас, как это работает в комплиментах. Вот смотрите, Федор, ты стоишь на ужасном столе, ты вообще ужасный сам по себе, у тебя некрасивая одежда сегодня, и вообще ты стоишь молча, и тебя невозможно слушать. Да? Вот я как бы сейчас говорю про окружение и про поведение. То есть ты стоишь молча, я про его одежду говорю. Одежда это про окружение больше. И ему как бы, с одной стороны, как бы пофигу, вот как бы нормально. Ну, допустим, Федор у нас туалетных дел мастер, да, мастер по уборке туалета. Это уже уровень способности. И если я захочу убить Федора, я начну обесценивать его профессию и то, чем он занимается. Потому что, Федор, ты ужасно моешь туалет, ты, Федор, ужасно справляешься со своими задачами, после тебя невозможно зайти, и вообще все, что ты умеешь делать, оно вообще ничего не стоит, никому не надо. Все, Федору уже становится, ну, жить тяжелее, и он уже начинает задумываться, да, такой экзистенциальный кризис у него начинается, что, ну, вот. Следующий уровень – это убеждение ценности. Вот здесь я начну обесценивать все, что Федору ценно и важно. А Федору ценно чистота, Федору ценно коммуникация, Федору ценно тепло, Федору ценно уют и так далее, и так далее. И я начну говорить, все, что ты, все, во что ты веришь, в чистоту, в тепло, в уют, это все ничего не стоит, никому это не надо, и вообще перестань глупости мне говорить. Все, Федор разрушился. Ну, еще я могу сказать, что Федору в идентичность его ударить, Федор, ты кусок туалетной бумаги, все. Все, Федора нет. И мы так можем делать. Мы так можем делать, и часто мы так делаем. Для того, чтобы избежать. Для того, чтобы избежать, вот, у кого есть дети, у кого есть сотрудники, у кого есть клиенты, я думаю, здесь все попадают в эти категории. Если мы хотим где-то немножко кого-то покритиковать, нам не нужно говорить Федору, что он плохой, да, нам не нужно говорить, кто он. Нам нужно говорить, если мы хотим накал страстей избавить, нам нужно говорить про его поведение. Фёдор, ты классный мужик, но иногда ты ведёшь себя не очень хорошо. Иногда твои взмахи с чем-нибудь выглядят не очень хорошо. И тогда, понимаете, помните, как я на первых уровнях, когда ему говорил, он тогда это воспринимает, но я его не уничтожаю. Я не ударяю в его ценности, не ударяю в его идентичность, и тем более не обесцениваю его способности. А давайте теперь посмотрим, как можно сделать комплименты по этой модели. Хотите? А кто хочет кайфануть? Да, надо, чтобы кто-то один кайфанул. Кому не хватает любви и ласки? Ладно, кому не хватает общения? Инна, помните ваше имя? Инна. Хорошо. Вот сейчас вы, кстати, наблюдайте. А я вот на инное место сяду. Да, видите, как мне нелегко. Вы обращаете внимание на то, что происходит с Инной, и как она начинает себя вести, как ее начинает вести свое тело. Значит, Инна, очень рад. Спасибо, что вы вызвались. Вы можете уже начинать расслабляться, потому что это учебная атмосфера. Тем более вы здесь всех знаете, кроме меня. И мне кажется, что вы сидите в достаточно удобном стуле, и даже вот этот цвет стула такой нейтральный, он как-то к вам клицует, где-то даже подходит под цвет ваших джинсов. Нравится? Смотрите, я сейчас про окружение. Про окружение, да? Сейчас я расскажу про Инна поведение. Инна, вообще, на самом деле, очень круто, что вы умеете поднимать свою пятую точку и ходить. Ну, действия, да? И очень здорово, что вы улыбаетесь. Тем более, что вы можете уже начинать расслабляться. Можете уже начинать расслабляться. Да. Вот сейчас делаем комплименты просто поведению. Что человек реально делает? Неважно, в данный момент, либо что он... Какая у вас специализация здесь сейчас в салоне? Мастер по маникюру. Вот, тем более, вы знаете про кутикулы и бустики. Бустики? Бустики или как они называются? Которыми точат. Такие на 100, на 180 там есть. Бафики. Бафики, вот, бафики. Видите, я тоже знаю. Бафики. Ну, смотрите, на самом деле, точить ногти, это не такая уж простая профессия. Там нужно очень много деталей знать. Я сегодня как залез в гугл, так я там и прибалдел. Там такие, оказывается, есть пилочки для натуральных ногтей, а есть для искусственных. И это вызывает просто восхищение. Как вы вообще в этом всем разбираетесь? Сколько вы лет работаете? Хорошо. Красиво как? Да. Даже я ушами. Даже 10 лет. Больше 10 лет. Ну, видите, вы еще и потратили столько времени. И наверняка, если вы смотрите на себя в прошлом, на себя в настоящем, конечно, вы уже как мастер возросли над собой, наверное, да? Но есть еще куда расти или нет? Есть. Есть, отлично. Вот, Инна, а во что вы верите? Как вот могли бы вы поделиться какие-то основные вещи, в которые вы верите, касающиеся вашей работы? Я не говорю там про религиозные какие-то, а вот касающиеся вашей работы. Что я имею в виду, что короткие, даже мои руки, моя голова, мои эмоции, мои мысли, они помогают. Я как не спасатель, а как предношу пользуясь. Я представляю услугу, после которой они улыбаются, чувствую себя даже счастливым. Смотрите, вот сейчас Инна нам рассказала о своих ценностях и даже немножко о своей идентичности, что она как бы спасатель, но мне кажется, там она просто не сформирована. Когда мы поднимаемся на более высокий уровень, обратите внимание, что если на первых двух уровнях Инна была такая более подвижная, живая, более активная, то когда мы поднимаемся на более высокий нейрологический уровень в общении и делаем комплименты туда, то человек становится немножко более медленный, более задумчивый. И это очень хорошо. Это не значит, что мы испортили человеку настроение. Это значит, что мы его где-то, может быть, даже заставляем задуматься о чем-то важном для него. Потому что наверняка у вас не каждый день спрашивают, что вы считаете самым важным и ценным в вашей профессии. Не каждый день. И даже здесь вы, наверное, не каждый раз обсуждаете. Но так как Инна рассказала, что она создает, что вы сказали? Вы создаете комфорт, вы создаете качественную услугу. Для Инны очень важно, у нее есть ценность, качество, да, и, наверное, даже постоянное самосовершенствование. Поэтому, конечно, это очень здорово, и я с радостью к вам присоединяюсь, потому что я такой же перфекционист, как и вы, и не могу не улучшать то, что происходит со мной. И я думаю, что мы можем поблагодарить Инну за то, что она это все сделала. Так, а давайте теперь обсудим, что у нас происходило. Сначала мы спросим у Инны, каково ей было находиться здесь? В первую очередь, маму не темно, но не было. Так, так, что еще? Ну, приятно. Мне было приятно, и когда мы задали вопрос, мне было интересно даже на него отвечать, и, кстати, мне понравился этот вопрос. А чем? Ну, тем, что вас не то, чтобы волновало, да, а то, чтобы он был заинтересован в вас. Да, и вот смотрите, Инна сейчас еще продолжает оставаться под этим впечатлением. И мне кажется, очень круто, когда человек уходит от вас с такими хорошими размышлениями о том, что ему ценно и важно. И вам не нужно для этого быть психологом, психотерапевтом. Вот самый простой вопрос, чтобы не быть слишком навязчивым и не быть слишком назойливым, если вы уже понимаете, что вы уже поговорили про способности, да, там человек вам рассказал, кем он работает, чем он занимается, вы просто можете задать такой ключевой вопрос, а что вам больше всего важно в вашей профессии? Что вам больше всего важно в вашей деятельности профессиональной? И тогда этот человек уже навеки ваш. Ну, условно говоря. Главное не перегибать палку и дать человеку подумать, потому что на более высоких уровнях люди начинают больше задумываться и начинают становиться такими медленными. Нам может показаться скучно, но на самом деле ему очень хорошо, потому что его заметили. Потому что он понимает, у него жена может не каждый раз спрашивать, что для тебя ценно и для тебя важно в твоей работе. Ваш муж замужем? Да. Ваш муж часто спрашивает, что для вас самое важное в вашей профессии? Вообще никогда. Вообще никогда. Но это не в упрек мужу, вы ему потом сбросите видеозапись, он научится. Потому что, ну, понимаете. И вот Инна продолжает сейчас находиться в этом состоянии. И вот мы поднимаемся, поднимаемся, точно так же мы можем опускаться, когда мы не знаем к чему. Если мы видим, что человек такой, условно говоря, в сознании находится, в таком бодром, то мы можем говорить вот про эти вещи. Поведение, окружение, что окружает рядом, как он что-то делает, как он ходит, как он сидит, вы так красиво сидите, у вас красивая осанка, все, человек ваш. Мало кто делает комплименты человеку вообще просто так. И если вы научитесь делать комплименты на чем более высоком уровне, тем, соответственно, вам будет легче. А сейчас мы сделаем небольшую практику. Сейчас мы поговорим, поделаем друг дружке комплименты. Вот так, как я делал Инне, у вас остается схема. Мы просто объединимся в три маленьких группы по три человека и будем действовать следующим образом. Один человек сидит и балдеет, а двое других начинает ему делать комплименты на разных уровнях. Иногда, конечно, как сделать комплимент ценности человека, когда мы ее не знаем, но надо спросить у человека, что для тебя самое важное, а потом этой ценностью восхититься. И ощутите это на себе. Мы не будем тут вспоминать вот этого мужика, а будем вспоминать потом, как это делать. Вот когда вы это ощутите на себе, тогда вам будет очень легко делать это с клиентами. Поэтому давайте вот так объединимся в мини-три группки. Буквально пять минут времени потратим на это упражнение. Спиной к ним? Нет. У вас своя группа, у вас своя группа. Хорошо. Всем ли удалось кайфануть? Или вы до сих пор? Или вы до сих пор кайфуете? Хорошо. Сейчас я хочу попросить вас, чтобы вы дали обратную связь мне и всей группе, вспоминая себя, как вы были тем, кому говорили комплименты. Как вы себя ощущали, что с вами происходило? Кто может первый поделиться? Личность неудобно. Так. А мне не зашкалывается. Так. Это корона как раз. Корона растет. Крылья. Крылья. У вас же там крылья есть. Светает. Да. Когда легкость появляется, тебя ты хочешь взлететь. Она не понятна. Да. Ты не сидишь, да, тебя она подымает. Она подаводка идет. Нет, как елка. Он может делать цель на себя, чем в жопу. Так. Знаете, если вспомнить маленьких щенков, они когда там получают что-то такое хорошее, у них ушки. Да? Вот это, да? Похоже на это. А кто-нибудь заметил что-нибудь не очень приятное? Когда ему что-то говорили? Отлично. Нет, такое бывает. Бывает, что человек не может принять комплименты. И бывает еще один момент. Когда комплимент не искренний, то есть не настоящий, мне вот нравятся ваши волосы. Такая мокрая волна прям. Понимаете, да? Они прекрасны. Да. То есть, ну, мне на самом деле нравятся мокрые прически. У меня самого, вы видите, да? Но для примера... Вы знаете, я потом, когда закончу с вами пообщать на эту тему. Хорошо. Лучше вентазировать. Это просто прикол, извини. А кто замечал за собой, что иногда не хватает слов? Что сказать? Льется. Они появлялись. Ну, когда начинаешь словить, да, и уже все начинает. И мокрые. Сначала тяжело, да. Сказать первое. Начать. Начать. Да, реально. А потом оно льется. Льется. А замечали, как получается подняться на разные уровни, да? Когда до ценности доходим, что начинает... Самолкая черта, вправо, я тоже думать. То, что говорит комплименты, думать начинает. Когда мы попали в ценность, как правило, человек, он такой, неужели это про меня? Он не привык. Но это очень-очень-очень мощно работает в вашу пользу. И к такому человеку хочется возвращаться. Хочется возвращаться снова и снова. Даже если он не самый классный специалист. Но если он может подстроиться по ценностям, это работает как магнит. Согласны с этим? Да, 100 брендов. Хорошо. Следующий слайд. Сейчас поговорим больше про ценности и будем делать еще одно более веселое упражнение. Я сначала покажу, как это можно делать. А потом... Вы устали, может? Мне просто кажется, что вы выпадаете из поля моего внимания. Хорошо. А, у меня не выпадает. Не, 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 не. Поменяйся просто не ставим. Надо бывает поменять. Вам, наверное, туда надо голову. Ты не на диван, лучше. Хорошо. Хорошо. Друзья, вот смотрите. Есть золотое правило коммуникации. Оно звучит следующим образом. Есть человек, вообще в обычном общении, как правило, он либо говорит о том, что ему ценно и важно, либо он говорит то, чего он пытается избежать. О том, чего он пытается избежать. И таким образом мы делим все слова, условно говоря, в речи собеседника, на ценности и антиценности. Ценности – это то, что ценно и важно. Там, развитие, что там еще. Какие вы ценности друг другу воспаляли? Семья, семья, хорошо. Семья была работа с методорическими картами. Там тоже вы заняли, какие ресурсы там. Хорошо. Моточка вытащила деньги вечеринке, а она хорошо расцвела. Хорошо. Ресурсы, доходы, уличения, развлечения. Давайте поперечисляем теперь антиценности. Что это такое может быть? Деньги. Деньги? Нет. Вот, смотрите. А смотрите, как поляризуется. Хорошо. Грубость. Грубость. Бестактность. Бестактность. Деньги не самая важная ценность и может быть даже антиценность. Но это не важно. Сейчас. Да. Кому-то духовное, кому-то материальное. Лучше... Да. Мы говорим про работу. Ну, разделение невозможно, потому что ты не можешь себя отделить. Работа это тоже сейчас в твоей жизни. Поэтому если у тебя по жизни негативное отношение к деньгам, ты считаешь, что это зло, да? О, надо тренинг. Надо делать тренинг про деньги. Хорошо. Я понял. Следующий тренинг будем делать про деньги. У каждого свое будет? У меня. Антиценности. Ну, допустим, там, вы знаете, у нас там война флагов всяких. Для кого-то такой флаг важен, там, такой флаг. Кто-то там, не знаю, какие у нас большие разговоры идут там по поводу гомосексуализма. Для кого-то это окей, для кого-то это прям очень не окей, да? Или даже в моем примере, который я рассказывал про брутало, да? То есть для меня ценно сохранять коммуникацию и разбираться в двух этих двухфазных жидкостях. А для него вот пиво, да? И это тоже разные ценности. Так вот, нам, наша задача, когда мы калибруем собеседника, нам очень важно обращать внимание, что он здесь вообще такого говорит. Что для него ценно, что для него важно. И если он что-то говорит такое, что... Мы видим по нему, что он этого сторонится, либо он говорит, что это плохо, это вообще нельзя так никогда делать. Наша задача сюда, на эту территорию, вообще в разговоре никогда не заходить. Никогда не заходить. И даже если у нас есть на этот счет какое-то особое мнение, и даже если оно совпадает с ним, то все равно лучше сюда не говорить. Потому что мы можем здесь очень много такой коммуникативной энергии, и мы можем здесь заблудиться сами, и наш собеседник может завести не туда, куда бы нам хотелось. Поэтому нам лучше всего подстраиваться сюда. Вот чтобы подстроиться по ценности, есть хороший алгоритм. Следующий слайд. Есть очень простой алгоритм и практичный. Смотрите, мы когда общаемся с человеком, мы просто замечаем его ценности. Там деньги, комфорт, уют, ну и так далее. И не всегда те ценности, которые нам проговорил свой человек, оговорился, просто выдал их. Потому что мы всегда во время общения об этом говорим. Не всегда они совпадают с нашими ценностями. То есть у меня, допустим, могут быть тоже деньги, к примеру. Может быть там любовь. И может быть, не знаю, рыбалка. Я вот смотрю, и вот этот анализ очень важно внутри себя провести очень быстро, чтобы быть настоящим. Потому что если мы понимаем, что для человека ценности есть деньги, что тут такое? Я как врач, да? Комфорт и уют. Деньги, комфорт и уют. А, допустим, для меня комфорта нету в моих ценностях. И если я буду ему рассказывать про комфорт, про то, что как классно создавать комфорт и уют, и так далее, и так далее, и так далее, то я в эти моменты буду вообще ненастоящим. И это будет человека отталкивать от меня, и он будет отстраиваться. Мы уже не будем синхронизированы, и будем быть такие вот друг против друга настроены. Поэтому наша задача найти, что в наших ценностях совпадает. И если в наших ценностях что-то совпадает, мы можем уже вести коммуникацию на этом уровне. Сейчас я предлагаю кому-то одному, кто еще хочет кайфануть, чтобы я показал, как это работает. Смотрите, вот что еще очень важно, я тут у вас нашел такой же пуфик. Да, но они разной высоты. А самое главное на самом деле не чинить между собой препятствий. Потому что чем больше мы делаем препятствий между собой, тем хуже. То есть если я буду стоять, а Инна? Эльвира. Если Эльвира будет сидеть и на меня вот так смотреть, а я буду с ней вот так вот еще разговаривать, то между нами доверия, наверное, никакого не получится. причесок. А если мы... Сядь. Одна из самых моих любимых причесок – это гулечка. После мокрого эффекта. Жена не даст соврать. Так вот. И смотрите, вот как я подстраиваюсь позу, да, я не делаю точно так же, как Эльвира. Я делаю, ну, похоже, да, там ноги скрещены, ручки где-то держу, сделаю вот такую вот осану. Понимаете, что я в какой-то момент начинаю становиться похожим. Потому что мне кажется, что Эльвира в хорошем настроении сегодня. Замечу. Вы устали? Нет. Хорошо. Эльвира, а расскажите, вот у вас какая специализация здесь в самом деле. Я по этому. Парикмахер. Мужские стрижки или женские? Универсал. Универсал. А кого вы больше любите стричь, мужчин или женщин? Нет разницы. Хорошо. Тогда другой вопрос. А кто к вам чаще обращается? Ну, если так, средний. Меня больше любят мужчины. Больше любят мужчины? Не, ну, правда, да? Класс. Здорово. А скажите, пожалуйста, Эльвира, а что вы больше всего любите? В работе? Может быть, у вас хобби есть какие-то? Хобби? Хобби, да. Если есть. У меня одно хобби. Это испанский язык. Вау. Только испанский? Да, только испанский. Мне только хватает времени, но только на испанский. Может, вы можете сказать... Ола. 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 Ола из нас. Отлично. А как вы учите сами или на курсы какие-то ходите? Сами-то цифром. Я индивидуально сейчас сама. А вот, может, цель какая-то есть под этот... Может, вы хотите воспалить? Или просто нравится? Нет, была цель, когда я собиралась лететь в Чили, мне надо было знать хоть что-то на самом деле. А потом засосало? Ну, потом да, потому что я был очень красивый. 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 Класс. А испанский парень? Да? Поверь мне, это... Взрыв мозга — это очень большие психи. Они очень импульсивные, если неужели. Да. Да, лучше не связываться. С психами. Да. Класс. Что вы сейчас замечаете? Я просто заметила, что... Доделитесь. Используешь те же слова, которые Ирина говорит. Да, да. Ну, ты говоришь, чтобы доверие больше. Да. Слова. Я тоже расслабилась. Такая, вся поза поменяла. Я тоже взглянула. Она такая... Одно слово просто «Ола» вообще сыграла вместо того. Да, да, да. Они стали понимать друг друга. Ну, это единственное. Да, ну, это такие. На самом деле, это единственное слово, которое я знаю из испанского. Да, Лаааа. Я был на тренинге на одном у нас был преподаватель испанец. Ну, с переводчиком. И он нас научил второго слова. Теперь я знаю. Но я в него не влюбился. Нет, вообще. Как вам нравится вообще наш тренинг сейчас? Нравится. Нравится? Да. По крайней мере, я спокойная. Отлично. Мне кажется, что в начале разговора я вам нравился меньше, чем сейчас. Значит, смотрите, что я уже успел про Эльвиру. Имя просто редкое. Очень редко. Все забывают с первого раза. Что я уже успел выяснить. Что она любит испанский. Ну, это понятно. Что если бы я знал испанский, мы бы вообще хорошо подружились. Да. Эльвира любит сама быть спокойной и не любит психов. Это прямо очень важно. Да? То есть, как я это заметил. Потому что, когда у нее спросили про мужчин, она же сама сказала, что они психи. Она могла сказать, они жадные, они там, не знаю, темнокожие, они вонючие. Но она об этом не сказала. Она сказала, они просто... Нет, конечно. Я же понимаю, что вы здесь могли сказать все, что угодно. Это просто повторяет правило, то, что человек в обычной беседе всегда говорит, что ему ценно и важно. И чего он избегает. Вот Инна, получается, избегает психов. И это хорошо. Мы больше на эту тему говорить не будем. Потому что, если мы будем продолжать разговаривать на тему нервов, психов, то Инна может быстро превратиться... Эльвира может превратиться в психа. А если испанский поддержать, допустим, да? Espanol. Hola. Yo hablo espanol. Yo hablo espanol. Hola. Испанский. Доставай немножко. Да. Можно даже не тему испанского, а тему изучения иностранных языков. Да, может... Ты человек заговорил про другую страну, да, и хотела в Чили, что я услышала. Она хотела в Чили, она изучает языки. Я, например, тоже учусь в Миньязе, я бы с ней про это поговорила, про репетиторов, как лучше изучать язык, да, и куда бы ты хотела поехать. И все, а тема про мужей для клиента, девочки, это самая таковая тема, да. А что вам в Чили больше всего понравилось, на самом деле? Честно говоря, я была удивлена тем, насколько развита страна. Это единственная страна в Южной Америке, которая имеет очень высокий уровень экономики. Это немаловажно. И я бы сказала, что инфраструктура всех городов, я была в пяти городах, даже маленьких, очень, очень все равно. Красиво. Очень чисто, очень красиво. Например, Молы я сравнила бы только с Дубаем. В Чили. Хотя, когда я туда летела, мне говорили, ой, какая там нищета и все остальное. Нет, ничего подобного. Ты записываешь? Да. Следующая страна? Следующая страна, да. Но это единственная страна, куда нужна виза, ну или подают. Или подают. Да, ну на счету должно быть у меня не прибыли тысяч долларов. Ну, если ты собираешься в Чили, у тебя есть три тысячи долларов, по-любому. Там по-любому потратишь, да? Да, по-любому. Но дорого, все дорого. Насколько дорого? Ну, я бы сказала... А в Европе? Ну, как вам сказать, насколько дорого? Ну, как в Европе, наверное. То есть дорого. В Америке же... Не в Америке. В Америке это совсем дешевая. Америка дешевая. Это бы я сказала, что это не будет. Круто. Ветерочка. Ну, я так не люблю. Ну, ветерочка. Ну, разумно. Ну, ладно. Ну, ладно. Хорошо. Как вам было общаться со мной? Вы знаете, я в принципе за столько лет работая с людьми, мне общаться несложно. Но все равно, когда ты ждешь какого-то подвоха, да? И провокационного вопроса, ты все равно напряжен. Правильно? Наверное. Но у меня не было цели у вас как-то... Я думаю, что вам просто, знаете, если бы я вот так сидел, а вы там... Вам было намного привычнее, скорее всего. Нет. Мне же смотрят глаза в зеркало. Ну, класс. Я же всегда общаюсь в зеркало. Класс. Я тоже люблю путешествовать. В Египет. Да. Там, конечно, с инфраструктурой так себе. Беда, особенно в Каире. Беда, да. До Каиры еще не доехали. Зря. Зря есть что. Да. На пирамиду можно посмотреть. И забыть. На пирамиду можно не спускаться. Там ничего смотреть. Все. Вернули. Вернули, Бедунины и Грязь. Когда? Музей. Каирский. Каирский. Мы в Люксор в этот раз хотим съездить. Посмотрите. Вот так растягиваем. А вы были в Люксор? Нет. Ну вот, мы вам потом расскажем. Если будет что-то рассказать. Про сервис инфраструктуру мы опустим. Потому что вы так знаете, как там будет. А какая валюта, кстати, в Чили? Песо. Песо? У вас есть какие-нибудь монетки? Да. Привет для собой. Даже с собой? Да. Класс. Ну, потом покажете, когда закончим. Супер. Ну, давайте поаплодимим. Самое главное, да? Самое главное, получается, что? Самое главное, не делать лишнего. Не делать лишнего и просто замечать, когда человек начинает от тебя как бы отстраняться и начинает за тобой следить. Вот когда у нас разрывается доверие, человек начинает за тобой следить и подозревать тебя в чем-то, что сейчас будет какой-то подвох, какой-то провокационный вопрос. Хотя я намеренно этого не хотел делать. Но так как у нас среда, так, муха, я буду считать, что я просто теплый. И когда мы начинаем вот это замечать, наша задача постараться вспомнить, что нам такого человек говорил и заговорить о том, о чем он говорил с легкостью. С легкостью и в чем ему было приятно. Вот, собственно, и все. И вся механика. И тогда остается о нас приятное впечатление. А сейчас мы научимся делать подстройку по ценностям, но через одно очень неправильное упражнение. Мы сейчас объединимся в две команды. Хорошо, мои дорогие, теперь останавливаемся. Прошло больше, чем 5 минут немножко. Минут 6 или 7. Хорошо, давайте теперь обсудим первый этап упражнения. Когда вы сидели в двух командах и общались на одну и ту же тему, что у вас там происходило? Расскажите, кто может поделиться, что вы заметили? Как вы общались, кто что говорил, как вы присоединялись к ценностям, как поддерживали, как вы говорили, что мне это наоборот не нравится. Расскажите, заметили ли вы, как между вами начало формироваться вот это доверие? Замечали? Конечно, точно. Что когда... Ну, общие точки какие-то. Так. Да, вот в то же путешествии, да, есть страны, в которых мы, ну, несколько человек было, и у нас есть о чем-то, например, рассказать. Хорошо. Или, например, даже не... Или мы не были там, но мы знаем, что... Мы власть указать. А когда не понравилось, что вы сделали, что вы предприняли, чтобы дальше не нагнетать? Мы немножечко ушли. Ушли, отлично, правильно. Это да, прошусь, нету никому. Это когда в кругах. А вот самое интересное начинается, когда вы уже с разными темами объединились между собой, и как один, общавшийся на тему путешествия, общался с человеком, который общается на тему хобби. Как это было? Расскажите. Оказалось, что во время путешествия можно свое хобби как-то... Так. Удалось поженить, да? У нас тут вообще тателл сложный. Помидоры. Расскажите, расскажите. Потому что она уехала в путешествии... За хобби. За хобби, да. Ну, реально, да. С хобби уехала в путешествии, и она говорит, расскажи мне. И ты начала рассказывать? Расскажите. Почти, да. Хорошо. Это было сложно? Нет, я не знаю. Ну, может быть, с первой минуты он как-то вот такой... Что-то начать. Да, что-то начать. Ну, это реально. И возможно. То же самое можно делать с любым вашим клиентом. Даже если он автомеханик или тракторист. У вас такая солярка. Что-нибудь в этом. А потом как-то дорожает, как-то... Да, 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 да. И действительно, мы можем всегда находить вот эти общие точки соприкосновения. Хорошо. Как это было? Прекрасно. Увлекательно. Интересно. Познавательно. А сейчас каждый из вас будет становиться бизнес-тренером. Мы сейчас будем играть в игру, которая называется... Вы сами сейчас придумайте для нее название. Что нужно будет делать? Нужно будет опять объединиться в две команды. Вы уже как хотите можете распределиться. Ну, понятно, что одна команда будет с пятью людьми, а другая будет с четырьмя. И что нужно будет делать? Надя, у меня к тебе вопрос. А есть ли какая-нибудь стеночка, на которую можно приклеить бумажку? Типа дверь, может быть? Или лучше стеклянную взять, ее легче помыть? Можно дверь, можно зеркало приклеить. На зеркало можно приклеить. Давайте тогда лучше на зеркало. Хорошо. Писать будем? Да, будете писать. На зеркало тогда не надо. Не надо? Тогда можно на стену приклеить. Не, может маркер проступить. Тогда мы на дверьку, на вот эту, на стеклянную повесим. Хорошо. Смотрите, что нужно будет делать. Листа вот эту можно вверху, там неудобно. Там будет неудобно писать. Ну, будет два листа, просто один останется здесь, а второй нужно куда-то прилепить. Смотрите, что нужно будет делать. У вас будут стикеры, у каждого свой набор. Очень дорогие, оранжевые. Хорошо, всем хватило. Смотрите, вы сейчас объединяетесь в двух командах. Ну, команды так, кучками, кучкуйтесь, в общем. Кто в какой команде? Так, приятно? Спасибо за дорогие стикеры. Ребят, если у кого-то оказалось больше, у кого-то меньше, то вы поделитесь, да, поделитесь с соседями. Что мы будем делать? Мы сейчас будем делать, это будет, я надеюсь, правилом вообще вашего салона. И когда к вам будут приходить новые сотрудники, вы сможете им вот это предъявить. Я думаю, что вы это все оформите. И как сделать так, чтобы люди хотели к вам приходить. Что нужно будет делать сейчас? Сейчас нужно будет в своих командах, сначала каждый сам себе, в своих мыслях, на своих стикерах отвечать на вопросы. Вопросы, построенные своеобразно. Смотрите, есть четыре квадратика. Делать, не делать, хочет возвращаться и, точнее, не хочет возвращаться и хочет скорее вернуться. То есть, нужно ответить на вопрос, что нужно делать, чтобы клиент хотел скорее вернуться. Каждый из своего опыта, из своей фантазии, из-за наблюдения за другими мастерами, вы себе на стикерах пишете, что, каждый сам себе, пишете, что нужно делать, чтобы клиент хотел скорее вернуться. Дальше. Что не нужно делать, чтобы клиент хотел скорее вернуться. Дальше, отвечаете на вопрос, что нужно делать, чтобы клиент не хотел возвращаться. И ответить себе на вопрос, что нужно не делать, чтобы клиент не хотел возвращаться. Ну, то есть, вот четыре таких вопроса. Когда каждый сам себе напишет, ваша задача каждой команде собраться возле, один возле этой доски, другой возле той импровизированной доски, вторая команда. И вам нужно свои ответы сгруппировать и сделать из этого мини-презентацию, мини-тренинг. Причем, вы будете рассказывать ее своей второй команде так, чтобы максимально, чтобы они это могли понять. И чтобы они могли это легко пересказать новым сотрудникам. Вот кто будет приходить к вам в команду, чтобы это было легко рассказать и чтобы это стало вашими правилами. Окей? Ваши новые сотрудники, расскажите им, да, расскажите им, как нужно вести себя в своем салоне. Здравствуйте. Мы сейчас поговорим о том, что если... Мы сейчас поговорим о том, что нужно делать, чтобы наш клиент хотел скорее к нам вернуться. Мы должны быть вежливы с ним, мы должны быть внимательны с ним, мы должны оказывать профессионально свои услуги, услуги, либо услугу, быть лучшим... Мы не коммуникаем, не коммуникаем, позитивно, 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 знаю, чье слово «кружить». Вот это вообще просто... Сейчас тоже догадаюсь, я не боюсь. Давай, Таня, где-то у себя как сразу. Ну... А вот я... А вот это показался тайным. Ага, все, конечно. Да, девочки, что... Что вам надо делать для того, чтобы... Не быть навязчивым и не злиться, правильно? Да. Что нужно сделать, чтобы клиент не хотел возвращаться. Нужно не качественно работать, грубить, быть равнодушным, не внимательным и быть навязчивым. Понятно? Что нам нужно делать, чтобы клиент не хотел возвращаться. Не оказывать полный сервис и комфорт для гостя по его цепочечению. А что сюда входит? А это все, что здесь входит. Ахахаха. Тогда аплодисменты команде. Хорошо. Теперь второй тренинг. Второй мини-тренинг. Да. Вторая команда. Вас один презентует? Или все? Да. Что надо делать, чтобы вернулся? Быть приветливыми, предоставить качественные услуги, куда входит коммуникабельность всех и мастерство одних и других. Дать больше, чем можешь, быть уверенным в себе и дать дальнейшие рекомендации, когда человек уходит из салона на будущее. То есть это слушать или слушать клиенту по временам. Внимательно. Ну быть внимательным это тоже. Потом чего не делать? Ну понятно, не хамить, не грубить, не перебивать, не льстить при этом, как мы уже видели тоже. Не видно, что не туда идет. И не втюхивать. Не втюхивать. Не втюхивать. Не втюхивать, а профессионально раздатывать. Чтобы ты не был занятым методом. В этом есть разница. Дальше. Для чего не делать? Не быть привилливым. Можно грубить, хамить. Точно не вдруг он не вернется к вам. Забыть вообще, что он существует. Он зашел и говорит, а вы кто? У вас нет. Не забыть. Можете идти в соседний салон. Ваша жизнь там все равно лучше, чем у нас. Можно навязывать услуги. Аплодисменты этой команде. Хорошо. Было ли это упражнение полезным? А что оно вам дало? Повторение матики. Повторение матики. А когда у вас будут новые сотрудники? Будут. На следующей неделе. Два. Угу. И кто их уже начнет обучать? Ну, Таня, наверное, это хорошо презентовала. Угу. Таня, это тебе. Угу. На будущее я рекомендую больше конкретно расписать, что есть что. Да. Не втюхивать, что входит не втюхивать. И показать, как надо втюхивать, и как не надо втюхивать. Да. И так далее. Вот здесь можно расписать. Я думаю, что вы здесь уже самостоятельно. Да. Вы возьмете, соедините теперь то, что написала первая команда, потому что здесь тоже много полезных вещей. Соединитесь с тем, что вторая. И будете уже поддерживать всю эту историю. Причем, когда вы будете кого-то обучать, вам самим уже будут новые сотрудники в компании. Это всегда хорошо. Потому что, если более старший научил чему-то, ему приходится уже этому соответствовать. И на этой веселой ноте мы будем завершать. Но это еще не все. Да. Шутка. Выточником возникало того кабинета. И это было сказать.